По суду незаконный, по факту востребованный. Три судебные инстанции признали, что полигон в Осенцах построен в неподходящем месте. Тем не менее, туда по-прежнему свозят мусор из Кирова и районов области. При этом строительство второй части полигона не ведется как раз из-за судебных разбирательств. Может ли в Кирове случиться новый мусорный коллапс? Ответ в сюжете Елены Шарыгиной. Каждый день на полигон Центральный, именно так официально называется площадка для бытовых отходов в Осенцах, привозят около 4000 кубометров мусора. Техника едет из Кирова и нескольких районов области. По словам директора Александра Хорошавцева, такими темпами территория будет полностью заполнена к августу следующего года. На смену ей должна прийти новая так называемая карта, то есть участок полигона. Но строительство пока не началось. Все дело в судебных разбирательствах. Техника работает, таково везется. Народ пусть успокоится. Мы эту ответственность берем на себя, в рамках суда находимся. Мы знаем, что безвыходная ситуация пока у нас в области. Ну и в принципе руководство области это видит, понимает. И в принципе это как бы по сильной помощи с их стороны мы видим, оказывает. Изначально в суд обратились руководители аэродромов Порошина. По их расчетам полигон расположен слишком близко. И птицы, которые слетаются полакомиться отходами, могут помешать полетам на аэродроме. К их претензии присоединились экологи и общественники. Например, Александр Ситников убежден, что место было выбрано неправильное. Во-первых, до населенных пунктов рукой подать. А во-вторых, на этом участке грунтовые воды залегают близко к поверхности. По нашему мнению, при подготовке документов для его строительства был допущен целый ряд нарушений. Правда, в суде мы это не могли доказать. В основном по той причине, что были пропущены сроки обжалования. Поэтому общественники не смогли обратиться в суд и стали наблюдать за теми процессами, что уже были запущены. Дело рассматривалось в суде трех уровней. Последнее заседание проходило в окружном суде в Нижнем Новгороде. Там присутствовал кировский юрист Евгений Кокаулин. По его словам, решение было не в пользу полигона. Юрист предполагает, что на этом разбирательство не закончится и перейдет в суд более высокого уровня. Единственное законное и обоснованное решение, которое сейчас должны принять органы исполнительной власти, это ликвидация данной незаконной свалки. Этому, естественно, должны содействовать все государственные и общественные организации. Да, мы знаем, что сторонники этого сооружения могут оспаривать решение. При этом, вне зависимости от решения судов и общественных мнений, полигон ежедневно пополняется новыми отходами. В Куприте говорят, мусор возят согласно территориальной схеме и постановлению правительства региона. И пока не будет принято окончательное решение в вопросах законности или незаконности сооружения, нового полигона не будет. Елена Шарыгина, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.